Приветствую вас. Пожалуй, первое, что хочется вас спросить, это вообще кто где лежал, кто что включал, как у вас вообще происходит взаимодействие, Валерия, с парнем. Потому что, я вот реально, я в первый раз, я не прочитал, я не понял, что вы имеете в виду института. Первое, я подумал, что вы вместе лежите на кровати, потом я увидел, что вы вроде бы взяли телефон, я подумал, что вы отдельно лежите на кровати, каждый у себя дома, но вы говорите, мы лежали на кровати. Потом вы говорите там, чтобы он, значит, включил серию, то есть, я вообще подумал, что это дистанционно вы смотрите сериал, да, то есть, вот, очень тут у вас не очень, ну, непонятно, да. Дальше, вы пишите, значит, у меня есть парень, не у вас есть парень, Валера, а парень просто есть, он с вами, он с вами, но он не у вас. Вот это вот, такая важная история. Тут, мне кажется, есть число собственного числа, а если есть число собственного числа, значит, я и зависима. Хотя она проявляется не только в этом. Тут нужно более подробно смотреть. Сегодня, когда мы лежали на кровати и смотрели сериал, он взял телефон в руки. То есть, сериал вам интересный? То есть, ему с вами не интересно смотреть сериал? Или что? Почему взял, значит, телефон в руки? Дальше, вы, значит, пишите о том, что я его звала несколько раз, чтобы он включил следующую серию, так как это уже закончило. А сами вы не могли включить серию? Почему вы его звали? Дальше. Дальше. Так. То есть, вы точно хотели именно, чтобы он серию включил? Или вам нужно его внимание было? Если вам нужно его внимание было, то это совсем другой подход и совсем другие действия. Он не отзывался. В итоге, я решил написать ему сообщение, чтобы он меня заметил. А почему вы не сказали, ну, не толкнули его? Это как происходило? Это происходило так, что вы лежите вместе. Он на боку, на спине лежит. И как это вообще происходило? Как он мог вас не услышать? Это просто игнорирование вас, но тогда ваша реакция для меня не совсем ясна. Вот. То есть, почему вы, как давно началось это игнорирование? Ведь оно, наверняка, не первый раз такое происходит. Вот. Дальше. Значит. В итоге, я решил написать ему сообщение, чтобы он заметил меня. Который ему после уведомления сразу спросил, что случилось. То есть, это как опять происходит? То есть, вы лежите вместе. Вы его зовете, он видит вас или не видит вас. То есть, если вы ему пишите сообщение, оборачиваете голову. То есть, я вот... То есть, я просто не понимаю. Как это... Ну, здрасте. Так. Я ему все рассказал о том, что звала его несколько раз, но он игнорировал. Вот. Вот. У меня, опять, такое ощущение, что вы не вместе. Я не знаю, может, мужчина в наушниках лежал. Ну, как, если он на вас не обещан, как он может вас игнорировать так, чтобы несколько раз его звали. То есть, для меня вот этот момент, ну, он... Вообще не ясный. Вот. Вам нужно тут как-то либо дополнить, либо... разобраться подробнее, как и что происходит. Возможно, вместе с парнем. Вот. Значит, вы ему рассказали и заплакали. Потому что вам обидно. Да. Вот здесь, видите, перенос за ответственность. Вот. То есть, обидно вам, а добавится парность. Так. Очень важно то, как вы, значит, как вы донесли до него свою обиду. Вот. Дальше. Так. Потом он ещё от меня в другую комнату. А почему он вас, к примеру, не успокоил? Часто ли он так уходит в другую комнату, когда вы плачете? Часто ли вы плачете? Вот. Почему он уходит? То есть, так было всегда или началось с какого-то определенного момента? Вот. Так. Вот. Этот момент, он, понимаете, больше вопросов, чем ответов. Дальше. Значит, так. Я зашла умыться, пошла к нему. Зачем? Он лежал на кровати и грустил. О чём? Мы с ним разговаривали. По поводу чего? Он предложил мне расстаться, так я ему делаю больно, когда плачет. А я плачу, потому что он мне делает больно. Видите? То есть, у вас прекрасная ответственность. Никто за себя сам ответственность нести не готов, не хочет. Вам нужно учиться бесконфликтному общению раз, полному принятию друг друга два, принятию себя и своей личной ответственности три. То есть, я не знаю, сколько вот вам лет сейчас, да, но то, как вы выстраиваете отношения свои на данный момент, как вы их выстраиваете, ну, вызывает, к сожалению, масса вопросов. Дальше. Так. 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 Значит. Я сказал, что не хочу этого. Чего именно и почему вы не хотите? То есть, свою позицию нужно сформулировать. Он ответил, если ты еще раз заплачешь, мы расстаемся. Ну, то есть, это, по сути, человек, он уже с вами расстался, он знает, что вы заплачете. А я очень чувствительный и даже могу заплакать из-за сюжета фильма или сериала. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Гармонизировать отношения, это одно. Перестать бояться быть прочным и другое. Разобраться в себе, чтобы, ну, чтобы не быть такой чувствительный, да, и не прав. Это третье. То есть, как бы, вот, чувствительность кураевого человека возникает из-за, ну, из-за ряда личностных проблем. Вот, я их не буду сейчас перечислять, но вас, например, очень много задевает, да, то есть, очень много вас волнует. Скорее всего, имеется в виду тревожность, да, вы склонны к переживаниям. Возможно, возбуждается истерики. Вот. То есть, вот это все нужно корректировать. Раньше он никогда не говорил мне так. Ну, вероятно, такая ситуация происходит уже не первый раз. И его просто, он устал. Если вы плачете не впервые, то он устал. Но лично мне кажется, что очень странная история, что он вас не слышит. Тут вот вообще ситуацию надо добрать. Вот. Но мне кажется, что проблема не в этом. То есть, проблема не в том, что вы описываете, а проблема, она совершенно, ну, совершенно другое. Так что, тут нужно вглубь, скорее, скорее смотреть. Вот. 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 Такая вот история. Если вы... хотите разобраться, да, то... приглашаю вас с вашим мужчиной, да, на консультацию. то будем разбираться, будем работать и нормализуем ваши отношения, либо, если ваши мужчины против, то приходите сами, но тут, очевидно, вам требуется помощь. Вот. Вот так, и определитесь с целью для себя, с запросом от психолога, если вы не знаете, то, соответственно, тоже можно будет поработать над этим. Вот. Так что психологи советов не дают. Абсолютно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам всего вам пока!